Наконец-то пришло время. Киберпанк 2077-ки патч 1.5 наконец здесь. И как здесь, здесь вы действительно можете загрузить обновления прямо сейчас во всех системах. Для дополнительных консолей, похоже, размер будет чуть больше 60 гигабайт, а для ПК около 40 гигабайт. Так что по сути ты скачиваешь здесь совершенно новую игру. И на самом деле для пользователей PS5 вы буквально загружаете новую игру. Это будет не обновление вашей предыдущей копии Cyberpunk, а скорее отдельная загрузка, которую вам придется вручную запустить, зайдя в свою библиотеку. Это все еще бесплатно. Тебе не нужно ничего покупать, но просто запомни, если ты на PS5, не надейся, что это случится с тобой. Ты должен кое-что сделать здесь и в этом видео. Что я собираюсь сделать, так это объяснить тебе, что отличается на высоком уровне, обзор того, чего ты можешь ожидать и что тебе следует попробовать. У меня будет подробное видео, потратив уйму времени на это обновление и фактически перейдя к сути. На самом деле в этом обновлении есть куча секретов. Но также, как мы поговорим в этом видео, есть некоторые удивительные изменения и изменения, которые принесут пользу не всем. Так что в зависимости от того, какая копия игры у тебя есть, у тебя действительно будут некоторые отличия здесь, что будет довольно интересно и довольно важно, а также, опять же, есть масса секретов и некоторые вещи, которые даже не упоминаются во время их прямой трансляции, которые можно найти только в примечаниях к патчу которой. Давай будем честны, тебе, наверное, не хочется все это читать. Итак, для начала этот патч в основном состоит из трех разных частей, и не все платформы получают все части, так что обратите внимание здесь. Если ты используешь систему следующего поколения, PS5 или Xbox Series S Slash X, ты получишь почти все. Пользователи Xbox Series S технически ошибаются в одной части, но три новые вещи. Это сам новый патч One 5, обновление следующего поколения. Так что игра теперь будет запускаться изначально на этих консолях и будет иметь множество визуальных и других улучшений, а также четыре новых дополнения. Если ты на NextGen, ты в основном получишь весь этот новый контент. Если ты на ПК, ты просто получишь обновление, а также четыре новых дополнения. На самом деле ты не получишь версию следующего поколения. Очевидно, что консоли последнего поколения, естественно, получают короткий конец палки здесь несколькими способами. Очевидно, что они не получают обновления следующего поколения, но они получают все новые дополнения. Хотя они получают только части пятого патча. Не совсем ясно, сколько здесь было вырезано. Кэт Пэр вывесил этот график, где в основном описывается, как улучшенная реакция толпы не доходит до последнего раунда консоли. Так что, если ты планируешь Xbox One или PS4, ты не получишь некоторые обновления искусственного интеллекта, которые они только что перечислили, улучши реакцию толпы. Это невероятно расплывчато. Вокруг искусственного интеллекта есть масса обновлений и изменений, и даже несколько изменений в поведении толпы и НПК вокруг тебя. Так что, может быть, это действительно только одна конкретная вещь, но у меня такое чувство, что это еще не все. И, конечно, это первый раз, когда у них на самом деле не было контента для консолей последнего поколения, и это тенденция, которая, скорее всего, сохранится в том смысле, что обновление будет хотя бы слегка искажено. Поскольку они действительно могут получить все эти функции, и это старое оборудование. Во время их прямой трансляции сегодня утром, они действительно упомянули о некоторых проблемах с потоковой передачей памяти, которые являются слишком большим ограничением. Так что с обновлением следующего поколения на поверхностном уровне это действительно важно. Это делает так, что Cyberpunk 2077 просто изначально работает в вашей системе следующего поколения. Если у вас есть Xbox Series X или S, или если у вас есть PS5, игра теперь фактически работает в той системе, где раньше происходило то, что происходило. Если ты на PS5, допустим, ты использовал обратную совместимость для воспроизведения версии PS4. Это означает, что просто произойдет масса обновлений и изменений, потому что теперь вы в полной мере используете аппаратное обеспечение своей системы. Теперь это будет ближе к версии для ПК с лучшей аудиторией, лучшими визуальными эффектами и кучей других фоновых улучшений. Хотя и более явно, в игре теперь есть две новые настройки — режим производительности и визуальный режим. На Xbox Series X и PS5 вы можете выбрать производительность, и вы получите общие улучшения, а также 60 кадров в секунду. Или если ты выберешь визуальный режим, ты действительно получишь трассировку лучей. Фоновые кадры, которые ты видишь, — это весь игровой процесс в режиме производительности, поэтому ты заметишь не визуальное обновление, а улучшение кадров в секунду. К сожалению, пользователи Xbox Series S на самом деле попадают сюда, так как у вас просто режим 30 кадров в секунду с динамическим масштабированием разрешения. Получи другие преимущества обновления в целом, а также дополнения, но ты не получаешь 60 кадров в секунду и не получаешь никакой трассировки лучей. У PS5 также есть несколько довольно заметных эксклюзивов, таких как поддержка адаптивного триггера. Динамик контроллера теперь фактически будет использоваться как для телефонных звонков, так и для тактильных ощущений во время романтических и других сцен, но буквально во время романтических сцен в Киберпанке. Если ты на PS5, твой контроллер будет вибрировать определенным образом. На самом деле это тот самый разработчик, который добавил. Он кажется очень рад этому, но как я уже упоминал ранее, у версии PS5 есть некоторые недостатки. Не только обновление, ты также должен загрузить новую версию игры. И к сожалению, поскольку вы не обновляете старую версию и не загружаете новую версию, это означает, что вам придется не только переносить свои сохранения вручную, но и ваши трофеи или достижения фактически не будут перенесены. Так что, если ты платиновый Киберпанк в версии PS4, а теперь играешь на PS5, у тебя больше нет трофеев. Ты должен все это переделать. И хотя обновление следующего поколения не будет доступно пользователям ПК, есть некоторые заметные обновления. На самом деле сейчас есть инструмент для сравнительного анализа, который довольно удобен. А также добавлена поддержка AMD FidelityFX Super Resolution, так что вы пытаетесь использовать трассировку лучей на видеокарте AMD. Это, безусловно, может помочь с вашим Эвс, и определенно стоит проверить. Четыре новых добавленных дополнения довольно интересны. Они абсолютно бесплатны и будут загружены в игру с этим обновлением, но ты должен активировать их самостоятельно. Редактирование персонажей наконец-то здесь. Ты можешь изменить свою внешность в зеркале своей квартиры. У тебя есть полноценный редактор персонажей, как у тебя в начале игры. В основном, и хотя это основа этого нового дополнения, это обновление в целом также добавляет множество дополнительных способов редактирования вашего персонажа. У тебя была бы красная помада, теперь ты можешь внести некоторые другие изменения, которые раньше не мог, а также новые опции в некоторых старых категориях. Их новые позы в режиме фото. Некоторые из них предназначены только для ультрафиолетового излучения. Некоторые из них предназначены для Джонни, когда ты снимаешься в этой сцене с воспоминаниями о Джонни. Значит, когда ты на самом деле играешь за него и переходишь в режим фото, ты можешь делать для него определенные позы. То, что нового у Уилсона, довольно интересно. Это действительно будет капитальный ремонт и немного улучшит внешний вид Уилсона рядом с твоей квартирой. Но также это фактически добавило бы в игру два новых вида оружия. Новый арсамбра, а также гильотиной, которая является МГ. Они выглядят круто, но на самом деле это всего лишь два новых типичных силовых оружия. Они будут появляться специально у Уилсона все время, но также будут распространяться по всему миру. Значит, ты найдешь другие места с такими же, как здесь. И забавный факт, хотя это довольно скучно, потому что это просто силовое оружие, или, по крайней мере, для меня в Киберпанке есть наименее интересная категория оружия. Вероятно, есть еще что-то, основанное на прошлых утечках. На самом деле там были наборы оружия для всех категорий оружия, так что, надеюсь, на горизонте появится еще больше. И это также добавляет в игру четыре новых прицела, а также десять новых насадок для дула. И самое большое дополнение на сегодняшний день — это апартаменты. Это позволит вам не только настроить визуальные эффекты квартиры V, которые являются традиционными для десяти нулевых вихрей, и у вас есть шесть различных вариантов на выбор, каждый из которых является десять тысяч другим. Естественно, ты можешь подавать заявки только по одному, и ты можешь сделать это через Versus. В квартире-компьютер или альтернативно использующий Versus. В квартире-компьютер. Или просто отправившись в эти новые места, вы могли бы на самом деле купить четыре новые квартиры, и вы могли бы купить все четыре в общей сложности за пять квартир для вас лично. Все они находятся в разных районах. Они разные по цене и с совершенно разными темами. Похоже, что они в основном сосредоточены на некоторых различных вещах этого района, и как бы собираются соответствовать тому, как вы играете роль в этой игре, например, в квартире Капрала. С внутренней точки зрения это очень, очень разные вещи. Но давай перейдем к самому важному разделу здесь. И это то, что на самом деле происходит с этим крупным новым обновлением патч 1.5 в целом. Теперь в твоей квартире действительно появятся новые взаимодействия и причины для того, чтобы пойти туда, помимо простой настройки. Например, сон на самом деле даст тебе плюс 20 очков опыта за твои навыки в течение часа. А также принятие душа позволит тебе восстановить здоровье во время боя в течение часа. ИИ получил кучу улучшений, чтобы быть умнее и более реактивным. Частично благодаря боевому ИИ, похоже, что теперь у них в арсенале в какой-то степени больше инструментов. Они заметят, когда ты будешь обходить их с фланга. Они будут полагаться, узнают больше. Они будут уворачиваться, блокировать и перезаряжать лучше и умнее, чем раньше. И в целом они будут представлять для тебя большую угрозу. Но это поведение также будет варьироваться от фракции к фракции. Животные, например, могут быть более безрассудными и агрессивными по сравнению с другими фракциями, которые будут играть безопаснее и откинуться назад. У всех различных фракций разные переменные для ИИ дальнего боя и ближнего боя. Последователи сильнее, и они не могут умереть, но если они получат достаточно урона, они будут временно выведены из строя. Толпы больше не отчаиваются, когда начинается бой, и ты отводишь взгляд так же хорошо, как на самом деле направлял оружие в толпу. Иногда некоторые НПК действительно реагируют и стреляют в тебя в ответ, или реагируют в целом, как только начинается бой. Эти случайные НПК и машины действительно что-то делают. Теперь они могут впасть в этот почти яростный или панический режим, когда они на самом деле просто начнут беспорядочно ездить. Они могут задавить других пешеходов, врезаться в другие машины, или даже выпрыгнуть на тротуар, чтобы убежать от тебя. Или они могут просто потерять сознание. Я действительно совсем не понимаю этой перемены. Я не знаю, насколько эти двое даже отдаленно похожи. Я думаю, у них что-то вроде панической атаки, и они просто временно теряют сознание. А также вождение на стороне игрока было полностью переработано. Машины кажутся другими, более весомыми. Вокруг этого есть цепление, а также тонна новой механики. Сделай выгорания, пончики и даже дрейф в какой-то степени. А также мотоциклы с неоновыми ободами. Дерево перков полностью отремонтировано. Тебе действительно вернули все твои очки привилегий, поэтому если ты будешь играть за существующего персонажа, ты заметишь, что все твои привилегии возвращены, а также тонна новых и полностью измененных привилегий. Это также относится к модам на предметы одежды. Моды были полностью переработаны с одеждой, и все они будут удалены из вашей существующей одежды, поэтому вам придется перераспределить их, а также определенную одежду. Моды на самом деле будут применимы только к определенным предметам одежды в будущем. Пример. Уклонение как бы удалено из этой игры и теперь совершенно отличается в двух отдельных характеристиках, вы знаете. Отмени взлом позиции раскрытия, если у тебя есть определенный тип киберпрограмм или повредив сетевой бегун, который это делает. Вражеские НПК действительно могут появляться в оптическом камуфляже. Ты больше не можешь использовать киберпсихоз на киберпсихозах. Ты действительно можешь переписываться с некоторыми из своих партнеров по роману, и в квартирах этих партнеров по роману есть некоторые дополнительные взаимодействия, например, спать с ними. Ты можешь отклонять телефонные звонки от людей, которые тебе не нужны, и ты действительно можешь сделать так, чтобы определенные люди на определенных концертах никогда тебе не звонили. У ремонтников теперь есть система репутации и определенное количество рабочих мест, доступных одновременно. Не все доступно сразу. Чем больше заданий ты выполняешь для них, тем больше репутации ты получаешь, тем больше заданий ты открываешь. И в конце, если ты выполнишь каждое задание, ты действительно разблокируешь специальный предмет от этого мастера. Будет ли это меняться чаще и более последовательно теперь, когда в мире меньше добычи? Вокруг будет меньше добычи, а также они фактически отказываются от поддержки графических процессоров серии Nvidia 700 и Windows 7 Поддержка Windows 7 прекращается 15 июня, и это действительно лишь некоторые важные вещи На самом деле это намного больше Есть кое-что, что мы видели в игровом процессе, и я хочу продолжить расследование по мере того, как я вникну в это А также на самом деле есть куча секретных взаимодействий даже в примечаниях к патчу Они упомянули, что некоторые из этих секретных взаимодействий или добавленных квестов не будут на консоли старого поколения Так похоже, что они были несколькими системами, что их нельзя было добавить из-за ограничений последнего поколения, а не только на ПК, а мисс следующего поколения будет Секретные исправления ошибок Они упомянули, что исправления ошибок в примечаниях к исправлениям не являются исчерпывающими Так что даже если исправление ошибок выглядит немного меньше, чем они были, по сравнению с тем эпическим, которое мы получили с первым-третьим патчем, это может на самом деле отражать реальность Потребуется несколько дней, чтобы проверить все это У меня будет полное видео с глубоким погружением о том, что представляет собой патч 1.5, насколько он хорош на самом деле До тех пор ты можешь попробовать это Ты действительно можешь попробовать это бесплатно в течение пяти часов, если хочешь Надеюсь, ты нашел это информативным Надеюсь, это даст тебе хороший обзор того, что на самом деле нового, что на самом деле добавлено, и что тебе следует попробовать, по крайней мере, на начальном этапе Но до следующего раза я еще раз благодарю вас всех за просмотр и надеюсь увидеть вас всех позже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!